Перед тем, как я начну свое слово, я бы хотел, чтобы мы помолились также за людей, которые находятся в больницах. Мне пришла записка, просьба помолиться за Люду, она в больнице находится, может быть еще есть какие-то вопросы, не вопросы, а просьбы, молитвы, Бог знает их, мы просто сейчас опустим наши головы и помолимся за больных. Мы, как община, как тело Мессии, здесь на земле, мы имеем власть над болезнями, данной от Тебя, Господи, властью, взятой, Господь, на кресте. Боже, мы благодарим Тебя за каждого члена общины, мы благодарим, Господь, за каждого человека, который проходит трудности, и мы, Господь, призываем Твое Святое Имя в ситуацию Людмилы, Господь, восстанови ее, благослови ее, исцели ее, и за каждого, за которого молится наша община. Мы просим милости и благодати, восстановления, Господь, и расцвета. Мы просим, чтобы эти люди познали, что Ты есть Бог благой, и просим милости во имя Ишуа Мессии, и Твое исцеление, да посетите их. Аминь. Знаете, я весьма рад этой возможности продолжить тему, которую я делал в прошлый раз. Если вы помните, мы говорили такую тему, как поговорим о нас. Я хочу просто продолжить ее, потому что, смотря в прямом эфире нашу трансляцию, которая была в прошлую субботу, Александр Шайнога, его послание натолкнуло меня на продолжение темы, которую я начал в прошлую или позапрошлую субботу. И только добавлю, поговорим о нас и Мессии. Вы знаете, я понимаю, что это очень важно, и поэтому прошу вас, вашего внимания. Мы часто говорим о наших личных взаимоотношениях с Богом. Очень часто. Мы говорим и делимся с нашими близкими, родными, с людьми, которые в общине, либо верующими из других общин и церквей, о том, как мы молились и как Бог ответил на наши молитвы. Мы говорим об этом. Я и Господь. Личные мои отношения и Бог. Я задаю вопрос. Почему нам так трудно иметь понимание о том, что Я – это община? Я – это мы, а мы и Бог – это тело Мессии. Как трудно для нас иметь это понимание. Знаете, я ехал в машине, мы вчера ехали с одного места в другой, и заправились на некоторую сумму денег в бак, знаете, бензина. Ехали, ехали, и я думаю, надо будет опять заправиться. Я начинаю высчитывать, сколько денег мне нужно потратить, чтобы заполнить бензин столько, чтобы мне хватило доехать до места моего назначения, а там дать машину, потому что, как бы сказать, аренда машины была с пустым баком. Типа, вот надо обернуть ее с пустым баком. И мысль такая пришла ко мне. Ведь жаба давит, когда кто-то получит больше денег. Вот нужно было заправиться больше, но заправь больше туда в бензин. И отдай, пускай люди имеют благословение. А вот интересно то, что если мы тратим деньги на себя, на любимых, кто-то тортик себе купил, с чаем покушать и так далее, все-таки мы понимаем, что мы потратили деньги, а через 15 минут они окажутся в унитазе или чуть-чуть больше, у кого-то какое пищеварение. А вот когда на самом деле так, чтобы ты оставил деньги, и другой попользовался тем, что ты оставил, жаба давит. Вот знаете, так же самое происходит и в церквях. Когда мы говорим о том, что мои отношения с Иисусом, с Ишуа, это особенное отношение, когда мы хвастаемся с людьми, что Бог сделал на нашей молитве, забывая о том, что мы тело Мессии. Я никогда не слышал, что люди говорят, вот мы помолились, как община, мы помолились, и произошло чудо. Чаще всего, я слышу другие, когда я молился, когда я постился, когда я делал то, Господь ответил на мои молитвы. Вы знаете, это очень серьезно, но на самом деле Царство Небесное, как сказал Александр, оно строится здесь на земле. Это Писание говорит об этом. Если вы помните, он в прошлый раз говорил о Лазаре. Этот вопрос воскресения Лазаря из мертвых должно быть позиция нашего, чтобы наш Лазарь, он воскрес. Наш Лазарь должен воскреснуть, это наша с вами задача. Верить. Верить призвание каждого в теле Мессии на добрые дела. Верить, что наше служение, где Господь призывает нас делать и помогать друг другу, чтобы делать общее дело в общине, мы должны знать, что Бог с нами. Я хочу к вам обратиться. Услышьте меня, пожалуйста. Вы должны понимать, что нет большого или малого служения в общине. У каждого из нас есть дар, которому Бог склонен или преклоняет свое ухо. И этим даром мы служим в теле Мессии. Я хочу в этом говорить. Без веры невозможно угодить Богу. Поэтому мы ходим верой, а не глазами, как Писание говорит, видением. Без веры угодить Богу невозможно. Поэтому мы ходим в этой жизни верой, а не видением. Кто мы на самом деле? Кто мы на самом деле? Мы, Божья община, исполнена верой, действуя в силе, рискованная в решениях, благовествующие спасения. Вот кто мы. Услышьте меня внимательно. Я повторю еще раз. Кто мы такие, как тело Мессии здесь на земле? Я обращаюсь сегодня к нашей общине, обращаюсь к тем, кто смотрит нас в прямом эфире. Я обращаюсь к церквям, я обращаюсь к верующим людям, тех, кто ходят в общину или в церкви. Кто мы? Мы Божья община, исполненная верой, действующая в силе, рискованная в решениях, благовествующие спасения. Знаете, мы никогда не оскорбим Бога нашей нерешительностью или малодушием. Мы никогда не оскорбим Бога. Но угодить без веры Богу невозможно. Я повторю. Это может быть шокирующим. Мы никогда не сможем оскорбить Бога нашей нерешительностью или нашим неверием. Мы не оскорбим Его, но угодить Богу без веры невозможно. Я молюсь на самом деле о том, что придет время, когда наши индивидуальные молитвы, наше индивидуальное знание приблизит нас вместе, как тело Мессии, и мы сможем сказать «мы» и «бог». Община – это «я». Тело Мессии – это «мы». Когда все мы скажем, что кровь Ишуа Мессии очищает нас от всякого греха, от всякой болезни, от всякого запинания. Поверьте мне, не на слово, а на Писании. Потому что может многое сделать молитва праведника. Многое – это одно. Это когда мы индивидуально молимся. Но Писание говорит о том, что община прилежно молилась за Петра. Деяния апостола, 12 глава, 5 стих. Община молилась. Мы понимаем, что индивидуально мы, как верующие люди, праведные люди, мы имеем то право от Бога и наше личное отношение с Богом. И когда мы переносим это в плоскость общины, мы намного сильнее, чем мы кажемся. Мы привыкли с краю, мы привыкли в стороне, мы привыкли дома, мы привыкли в других местах. И мы говорим, вот если бы все были, как я. А Бог говорит, стань, как все. Стань частью. Когда мы поклоняемся Богу. Я не знаю, как вы поклоняетесь Богу. У вас есть дома, включайте кассеты, диски, чтобы поклонять Богу. И присутствие Божие, оно уникальное. Но когда мы собираемся, как ела вместе, происходит нечто. Бог говорит, что я буду обитать посреди словословия народа моего. Они одного лишь Моше. Или одного лишь Иоанна. Или одного лишь Петра. Когда община собирается вместе, в словословии хвалы, что-то особенное происходит, когда мы ставим чувства вместе. Знаете, по жизни у нас, Татьяна, есть одно такое выражение, которое мы используем. Очень часто мы говорим об этом, но людям не по нутру это выражение. Мы поняли, что для нас важно в жизни иметь веру. И знаете, мы имеем такое выражение, которое не всем кажется реалистичным. Мы говорим, лучшие попытки, неудачи потерпеть, чем сидеть и ждать, пока вся жизнь пройдет. Лучше пытаться, но потерпеть крушение, нежели сидеть и ничего не делать. Особенно в сегодняшнее время. В сегодняшнее время, когда, ну, Бог говорит так, жизнь наша, наша свобода, наши обстоятельства зависят, честное слово вам скажу, от Бога. Зависят от Бога. А Божье благоволение зависит от нас. Услышьте меня внимательно, друзья дорогие. Когда мы индивидуально молимся по домам о безопасности Украины, о том, чтобы мы были целостной нацией, чтобы Господь поднял нас, и мы были процветающей нашей нацией, и были благобоязненны, это одно. Но когда мы собираемся вместе, Бог говорит, я буду обитать посреди них. И Бог отвечает на молитву праведников. Сегодня я хочу всем сказать, что нужды людей велики. Но есть люди, которые нужны в общине. Сегодня нужны люди, люди, которые посвятят свою жизнь верой, которые сделают шаг наперекор всем вызовам жизни, которые сделают шаг и к концу своего пути увидят, как Бог хранил их и вел все это время. В общине нужны люди, которые будут верить, что их жизнь не случайна, что проживание и пребывание в общине это не просто сидеть на креслах, это участие. Когда посмотрят свою жизнь и скажут, такую жизнь я бы хотел прожить еще раз. для того, чтобы заложить основание наше с вами такому общению, я хочу использовать две истории в Евангелиях о Ишуа. Ишуа был поражен, даже, можно сказать, словами, который был удивлен в двух обстоятельствах, и эти обстоятельства были абсолютно противоречащими, то есть противоположенными, даже сказать. Первое, это местописание Марка, 6 глава, 5-6 стих. Ишуа приходит к себе домой, то есть в свой город, и там нечто происходит. И читаем. И он не смог совершить там ни одного чуда, и только несколько больных исцелил, возложив на них руки. И он удивлялся их неверию. И он удивлялся их неверию. Я понимаю, что они удивлялись, может, сами, кто он такой, но, знаете, я нашел еще один перевод одного священника, Леонида Лудковского, где он говорит немножко иначе. И сокрушался о неверии их. Ишуа сокрушался о их неверии. И ни одного чуда не хотел совершать там, но только на нескольких больных исцелил возложением рук. Он не хотел, потому что удивлялся их неверию. Вторая история, это история с сотником. Помните, да, ту историю, у которого был болен слуга, который просил всего лишь одного слова мессии, чтобы слуга выздоровел. Лука, седьмая глава. Седьмой стих. Потому из себя самого не подчел я достойным прийти к тебе, но скажи слово и выздороветь слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя подчинение воинов, говорю одному пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделает то и делает. Услышав это, Ишуа удивился ему, обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что в Израиле не нашел такой веры. В Израиле не нашел такой веры. Ведь это интересно. Но этот же перевод священника Леонида Лутковского, я почитаю только последний, вот, девятый стих. Услышав это, Иисус обернулся к сопровождающему народу, сказал, уверяю вас, нигде в Израиле такой веры я не встречал. Он говорит, я вас уверяю. Означает это то, что Ишуа был соприкасаем с людьми, с народом. И вот в этот раз он говорит, что я во всем Израиле не встречал. Он был удивлен вот этим выражением. Дважды Ишуа удивлен. И это удивление было о неверии и избытком веры. Знаете, а у меня вопрос сегодня будет к вам. После нашей молитвы или после того, как мы что-то делали, осталось ли по-прежнему те обстоятельства жизни, в которых мы находимся? Или нет? смотря на нас сегодня, каково мнение у Бога будет о нашей вере? Задайте себе вопрос. Если сегодня Бог рядом, а мы знаем, что Он везде, как Он отнесется к тому, во что мы верим? Будет ли Он удивлен недостатком твоей веры или же преизбытком? Вот этот мой вопрос. Мы община должны взять этот шаг веры, в которой каждый из нас участвует. Не только индивидуально, а вообще в силе, вместе. Для этого я бы, наверное, сделал пару шагов для того, чтобы рассмотреть, какова эта вера, с чего составляется вера. Сделать несколько принципов, чтобы мы усвоили, чтобы мы понимали, что такое вера. Первый принцип заключается вот в чем. Ты не можешь, не рискуя, угодить Богу. Услышите? Ты не можешь, не рискуя, угодить Богу. Написано, что без веры угодить Богу невозможно. И для того, чтобы угодить Богу, нужно рисковать. Иногда, друзья, рисковать. Мы не можем позволить себе роскость без участия в жизни людей. Это роскость. Не участие в общественной работе, в общине, вообще по жизни такой принцип моя хата с краю невозможно. Таким образом невозможно угодить Богу. Вы слышите, нет? Вот такое чувство, что я вот сам по себе и не участие, не делать рискованные вещи, невозможно этим угодить Богу. Почему? Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Я почитаю вам восточный перевод. Этот перевод, который делается для братьев мусульман в восточной части. И там интересное выражение. Без веры же угодить Всевышнему невозможно, потому что каждый, кто приходит к нему, должен веровать в то, что Всевышний существует, и что он вознаграждает тех, кто ищет его. Другими словами, если мы в этом мире делаем что-то, заранее зная, каким будет результат, это не вера. Это не вера. Знаете, я не знаю, как вы, но я последнее время встречаю людей, которые каким-то образом переняли образ человека веры. Встречали таких людей? Нет? Я не знаю, откуда. Голливудские фильмы, это, может быть, картинки героя веры, которых не просто люди копируют, они ходят как, знаете, с таким важным состоянием, не дотроньтесь до него, я человек веры, либо фотографируются таким выражением, как, знаете, чуть ли не презрением, лицо, жесты, я не знаю, откуда это приходит к нашим людям, но Писание говорит очень просто, Илья был подобен нам, простым людям, помолился, ой, и нет, дача, а потом через несколько времени там, помолился, и пошел дочь, но Библия говорит, как мы, не как люди на картинках, не как в Голливуде, как мы с вами, одно, я понимаю, что мы в один момент, мы исполнены верой во все мгновение, нам кажется, что мы способны перевернуть горы, нам кажется, все, что мы сейчас будем делать, оно осуществится, и буквально за мгновение мы чувствуем себя раздавленными, сомневающимися, это жизнь, Илья то же самое, который сделал великое, а потом повернулся и говорит, Господи, и моей души ищут, что такое вера, знаете, вера это то, что невозможно предсказать, определить, реальность такова, что вера не имеет стабильности, вера не имеет стабильности, в одном мгновении тебе кажется все, все покоряется, и в другое тебе хочет закрыться, и чтобы тебя никто не трогал, мы привыкли, что люди веры, они всегда имеют веру, а на самом деле как мы с вами, как мы обыкновенные люди, согласитесь со мной, ходить за Богом, которого ты не видишь, нужна вера, слышали, нет, за Богом, которого мы не видим, но мы его переживаем, ощущаем, мы его слышим, за Богом, которого не видно, нужно ходить верой, с ним нужно иметь общение, следовать за ним и верить, что он есть, и воздаст тем, кто следует и ищет его, на что-то похоже, это следование за Богом, я вам, если возможно, я вам расскажу одну историю, знаете, последнее время стало популярным для молодых людей, не знаю, после, ниже 40, или там, ниже 50, проводить свое время с детьми у моря, нет, воздух, вода, воздух и солнце, и это чаще всего не выезды на курорты, а поход в водный мир или же в аквапарки, всевозможные, это сегодня так популярно, и вот знаете, одну такую историю вам расскажу, потому что наши аквапарки по сравнению с западными аквапарками или там такого семейного отдыха, это детский утренник, и однажды я два раза был на таких местах за границей в аквапарках и мои дети любят и моя жена тоже, они любят горки, всевозможные аттракционы с адреналином и вот на многих этих горках я прокатился и вот момент такой это было в Техасе мы катались и мои дети затянули меня как бы делали такое понятие dare you это кинули мне вызов а говорит папа вот давай вот на ту горку я посмотрел ну нормально и горка само название свободное падение уже говорил о том что там что-то может быть свободно название понимаю и но пошел я пока поднимался туда полчаса я думал моя жизнь пройдет от начала до конца знаете вот я уже посчитал не только шаги но и время провождения в молитве когда добрался наверх я понимаю уйти оттуда сложно потому что уже за тобой куча людей там выстрелилось и смотришь вниз люди похожи внизу на тараканов на кухне знаете такие вот маленькие бегающие и я знаете сел на том месте где уже была горка нужно было спускаться вниз не знаю что меня дернуло спросить инструктора а вообще сколько раз здесь люди погибали он говорит пока не было вот зря я спросил слово пока знаете вот сразу вопрос мой будет первый и сразу хотелось идти назад я понимаю что стыдно потому что мои пацаны там были сзади и такое вот состояние было не очень я сложил руки как сказал мне инструктор и слегка меня толкнул когда ты внизу то понимаешь ну что там эта горка когда ты наверху и падаешь именно вот спускаясь так и название в свободном падении с 6 этажа дома это расстояние я вам скажу мое сердце было наверху я же чуть ли не внизу был я молился за мои осознанные грехи неосознанные те которые я мог вообще не помнить я помолился за все сразу на всякий случай вдруг что-то не так сойдет потому что ты отрываешься хотя и бортики внизу ты падаешь туда вниз и знаете второго шанса у меня не было второй раз меня детям туда не затащили зато Татьяна спустилась оттуда несколько раз я за это могу дать ей медаль о чем я что такое вера вера это похоже вот на этот шаг ты понимаешь что тебя сказали все будет хорошо в конце туннеля но пока ты не уверен тебя чуть подтолкнули ты летишь и молишься и происходит все вспоминаешь все грехи твои и все что можно было подстраховать подстраховать себя я говорил о Боже я не знаю знаете вот мысль такая у меня была я точно знаю что я не ругаюсь но когда летел настолько надумался знаете вот так вот так бывает и вот вера это наверное похоже на этот спуск ты знаешь что тебя Бог призвал к чему-то ты конкретно знаешь что Бог тебя знаете высвободил как вот действовать верой но этот прыжок неизвестное не знаешь как оно закончится нужно иметь веру тебе нужна вера а без веры без риска невозможно угодить Богу услышите меня пожалуйста без риска невозможно угодить Богу наш страх провала удерживает нас от шага веры нам всегда кажется что о нас люди подумают нам всегда кажется а что если меня подумают что я идиот что сумасшедший что нас не воспримут вот страх быть отверженным не дает нам возможность благовествовать молиться за людей идти в тяжелые места где нужно помочь людям действительности в действительности провала удерживает наш шаг веры где риск сомнений неудач ожидает нас как Петра которого позвал Ишуа помните этот уникальный принцип Ишуа проходит мимо и потом его замечают все ученики или нет все ученики были в лодке он обращается ко всем хотите идите хочу ну давай и он пошел знаете вот эти проповеди которые существуют отчего же Петр начал тонуть сомневался волны ветер и так далее друзья дорогие мы можем критиковать Петра сколько угодно эти 12 или 11 учеников могли критиковать Петра что ты делаешь зачем ты пошел туда ты же еврей ты же понимаешь что по воде никто не ходит да Петр начал тонуть но он сделал этот шаг в неизвестность а 11 остальных сидели только критиковали услышите мне правильно нужно рисковать чтобы увидеть что вера она действует чаще всего люди думают что провал это некое доказательство что ты неправильно услышал Бога в моей жизни я научился это по-другому всякая неудача или ошибка которая в моей жизни происходила наоборот подталкивала меня ближе к Богу лучше попытки неудачи потерпеть чем сидеть и ждать пока вся жизнь пройдет не позвольте страху ошибиться или сделать неправильный шаг делать вот этот момент движения веры не позвольте вопрос который мы чаще всего задаем а что потом что будет потом если это сделаю знаете я не знаю я не Бог я не знаю но я знаю точно что мне нужно будет перешагнуть борт этой лодки если я верю тому что Бог меня призвал если я верю что Ишуа призвал меня я должен сделать этот шаг я не знаю к кому сегодня это обращение но могу точно вам обратиться вы не можете не рискуя не участвуя угодить Богу моя хата с краю никогда не прокатит она должна быть убрана эта ситуация второе да коли у вас есть гарантия у вас нет веры пока у вас есть какая-то гарантия это не называется верой тот же автор послание к евреям 11 глава вера же есть осуществление ожидаемого уверенность невидимым в ней свидетельствуют древние восточный перевод говорит немножко по-другому вера это уверенность в том что мы с надеждой ожидаем подтверждение того чего мы не видим наши праотцы выжили такой верой и заслужили одобрение как интересно они заслужили одобрение и знаете здесь интересный факт что вера это есть ожидание или надежда в таких переводах говорится но это не гарантия вы слышите вера не гарантия вера только надежда что может быть по-другому но на самом деле это как спуск вниз ты знаешь что все будет нормально но пока ты не толкнулся не начал делать это свободное падение где все переживается и страхи и мысли и ошибки и думаешь зачем это вообще поперся туда зачем это сделал зачем это сделал этот шаг и риск но когда ты остановился там думаешь ух а не слово это вера ты не можешь иметь контроль над всем над всеми событиями и веру одновременно невозможно контролировать все ситуации это невозможно и при том иметь все веры мы зачастую с вами в наших молитвах прошениях действиями хотим просить у Бога гарантии гарантии мы когда молимся когда хотим что-то сделать мы просим у Бога гарантии особенно говорю сегодня к бизнесменам мы хотим у Бога гарантии как Гидеон говорит он ну если я избран тобой пускай будет вот это раз произошло ну я не верю этому ничего это случайно а давай будет вот это по-другому это хорошо услышите меня друзья это хорошо иметь уверенность что с тобой Бог но вера это не гарантии вера не гарантии вера это то что мы надеемся я хочу вам признаться что у меня есть много планов по телевидению делать передачи на портал но знаете у меня честно говорю не хватает веры мне хочется иметь первый шаг второй третий десятый шаг чтобы быть уверен что все программы будут в каком-то ключе я признаюсь у меня не хватает веры на что-то похоже кто из вас в детстве вообще делал канатные дороги или не канатные знаете вот этот канатоход даже этот кто-нибудь делал ну мы не не канат не не канат вот между двумя деревьями на протяжении где-то вот на высоте 50-40 натягивали веревку она свободна есть канат охотцы которые в цирке их канат он твердый он не шатается то есть любой любой вес может выдержать не любой но там человеческий а здесь ну потому что мы не натянешь ни на чем мы просто садились и как бы делали эти моменты фильм неуловимые инститили помните да такой был и там такие были какие-то такие моменты и вот мы в детстве любили это делать и я помню когда я первый раз даже не первый раз может несколько раз пытался быть канатоходцем таким знаете и я залазил на ту канатку или канату недалеко между двумя деревьями и садился за дерево держался почему потому что многие вот так и вот момент такой что ты не можешь удержаться тебе надо что-то делать я помню когда я первый раз отпустился от этого дерева знаете от моего любимого дерева и я понял только отпустился ноги туда раз и бум головой туда ну 50 сантиметров недалеко все болит думаю в следующий раз и мне сказали слушай есть момент не смотри на землю смотри на второе дерево куда привязан второй канат ну вторая часть каната смотри на него и попробуй взять баланс этот баланс отбалансируешь и пойдешь вот это начал делать и я помню что я сделал пару шагов обрадовался и что и опять ноги в сторону и вниз знаете я говорю это потому что вера это то что тебя концентрирует к чему ты идешь зачастую у каждого из нас есть некий баланс ты должен смотреть всегда наперед к тому кто дает эту веру ты должен смотреть на того кто совершает эту веру говоря это я покажу к моему третьему пункту где говорится фраза такая чтобы сделать шаг твоему призванию ты должен отойти от твоего комфорта уверенности в безопасности проигрышного дела ты должен отпустить свое дерево свою основу чтобы достичь цели необходимо отпустить то дерево за которое ты держишься как Авраам наш праотец у него были все условия чтобы оставаться там где он оставался и смотрите 8 стих говорит так благодаря вере Авраам повиновался Божьему зову ушел в землю которую должен получить наследие он ушел не зная куда идет благодаря вере он поседлился в чужом чужаком в обществе чужой земли живя как на чужбине палатках свитцаком яковом им было обещано тоже наследие ведь Авраам дожидаясь города возведенного никем иным как Богом когда мы побеждаем страх а что будет дальше мы делаем шаг веры к цели хотя эта цель не совсем ясна как Авраам он понимал что Бог его призывает жил в земле верой что это его наследие вера которая угождает Богу у каждого из вас существует сейчас вопрос каким образом это действует во первых индивидуально каждого из нас мы имеем общение с Богом каждый из нас дома имеет общение с Богом через освещение нашей жизни мы имеем общение с тем кто нас осветил применяя его заповеди лично для себя мы должны это делать а также это должно перейти из нашей личной жизни в нашу общинскую жизнь кооперативную жизнь жизнь по местной общине на тех же условиях освещения и использования заповедей как мы ведем себя дома мы должны это перенести в общину если вы верите сильной верой что вы можете делать это дома молитве светлято жить переносите это в общину мы должны сделать этот шаг веры индивидуально на фоне благовестия лично и на фоне общины на том же уровне может быть нам как общинам необходимо взять этот шаг веры и на самом деле построить дом молитвы для всех народов но также и нам каждому индивидуально принять участие в этом строительстве верой чтобы потом не было вопросов когда часто у меня спрашивают рэбэ скажите пожалуйста а у нас или где-нибудь есть люди которые занимаются экзотизмом и знанием бесов или там какие-то особенные молитвники чтобы там болезни все уходили друзья услышите что мы говорим община это то место где Бог пребывает община каждой из нас и представьте себе ту возможность если по вашим молитвам люди исцеляются получают работу изменяются жизни и вы эту жизнь переносите в общину насколько славно и чудесно это будет проявлением здесь и когда придет незнающий или неверующий увидит нашу молитву Духи Святом пророчествующий исцеляющий он будет обличаем Духом Святым через пророческое слово которое в общине и он скажет воистину между вами Бог это призвание общины может для кого-то станет откровением послушания в десятинах сделать свой первый шаг в даянии может быть скажите Ребе секундочку что происходит с этим долларом гривнами экономии слушайте вера это то что нельзя контролировать это то что рискованно это то от чего мы отталкиваемся от нашей уверенности даже делать даяние получать откровение о десятинах не получаешь потому что ты имеешь что-то у меня вот здесь безопасный сейвинг такой знаете в банке я буду давать он есть а я буду давать вера это та которая имела эта женщина у цедаки возле храма Ишуа говорит вот она положила больше всех потому что вера была в Боге которая восполнит все остальное может для вас это будет откровением сегодня сделать шаг того чтобы увидеть что Бог хочет вас изменить вы получаете это свыше что надежда в Боге вера что Бог выйдет вам навстречу может мое послание к тем кто делает бизнес вы чувствуете что что-то нужно сделать изменить какой-то новый договор какие-то перемены нужно сделать вера она нестабильна помните где-то есть сомнения не хватаетесь за безопас именно вот за гарантии друзья не хватаетесь за гарантии вера это шаг в неизвестное вы получаете это внутрь и вопреки всех ожиданий я вам уверяю если вы сделаете шаг веры Бог будет с вами может быть оказаться спуском с этой горки когда уже каешься что ты начал делать когда уже не знаешь доверять ли людям кто тебя подтолкнул на это все дело но ты опускаешься в безопасное место исполнение вашего призвания и в конце ты скажешь такую жизнь я хотел прожить еще раз без сомнения если спросить Иру и Олега они сказали бы без сомнения я бы прошел это еще раз потому что видеть Бога который поднимает от смерти дает детей которые невозможно было иметь когда делает невозможно может 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 у вас есть мечта вести домашние группы вам нужно вам хочется иметь эту веру вы получили веру что вы можете вести домашнюю группу послушайте это хорошее дело но я вас призываю также верить к тем наставникам которые помогут вам поднять эти группы и через 6 месяцев вы не бросите ее и скажете а не получилось это риск это риск сопровождающим молитвами желаниями стремления и через полгода у вас 2 человека 4 человека и пройдет путь когда у вас будет 10 домашних групп которые вы поднимете вы скажете это был шаг веры говоря все это я задам всем нам вопрос Бог будет ли удовлетворен нашей верой будет ли он удивлен нашим неверием или нашей верой я знаю что больше всего Бог удивлен нашим неверием нашим нежеланием да зачем на молитвы ходить без нас исправиться да зачем посещать кто-нибудь придет рэбе позвоним лидерам позвоним кто мы кто мы я не знаю в чем вам нужна вера но делая шаг в служение людям скажу так там нет никаких гарантий и тем более я не могу вам гарантировать что ваше служение оно будет успешно нету гарантий но если вас Бог призвал у вас есть вера тогда лучше попытки неудачи потерпеть чем ждать пока вся жизнь пройдет и не обманывайтесь отпустите дерево вашей безнапасности и дайте Богу удивиться вашей верой вашим стремлением вашей надеждой когда мы в общине когда мы говорим наша вера мы начинаем верить невозможно поститься вместе для определенных целей молиться вместе и видеть реальный результат пророчествовать вместе к людям которые приходят на собрание когда по общему призыву мы откладываем все наши дела мы называемся общиной тело Христово и у нас есть обещание от Бога что я буду с вами вера которая созидает и созидается на вере каждого из нас и Бог призывает нас к этому я еще раз прошу как будет Бог удивлен нашим неверим или верой и напомню слова которые сказал Саша Шайнога в прошлый раз мой мертвый Лазарь должен быть воскресшим давайте мы сейчас встанем наши ноги Мертвые 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 мертвые